С 22 ноября проезд в общественном транспорте разрешен только пассажирам с QR-кодом. Это касается как внутригородских маршрутов, так и междугородних. Заинск – город небольшой, так что маршрут, который обслуживает город, всего один. Номер 4 из трех положенных автобусов, которые каждый день должны перевозить пассажиров Заинска, сегодня на линии всего один. Рейс, который ждала наша съемочная группа, был заявлен на 10.50. Прождав 20 минут, мы позвонили диспетчеру, чтобы узнать, где сейчас находится автобус. На что нам ответили, что сегодня на линии один единственный автобус, и сейчас он поехал на обед. Будет следующий рейс только в 12.50, ровно через два часа. У всех, кто к этому часу ждал автобус, с QR-кодом проблем нет. Есть прививка, есть и код. Недовольство вынужденными мерами ради заботы о здоровье никто не выразил. На первой в Заинске вышла проблема нехватки автобусов. И ходит в автобусе, и ходит в прокурат. Сейчас только сделал укол. Вот сейчас он должен быть с 15.11 будет, а будет, не будет, не знаем. Что этот QR-код? Я вот с поезд приехал, у меня этот QR-код за 2000 километров проехал, ни разу никто не спросил. А тут уже QR-код в автобусе. А как в автобусе будут проверять здесь, если он в битмок идет? А хотя кто проверять будет? Кондуктор не будет или нет, наверное. Шофера тоже нет. Если только это. Сегодня вот, к примеру, специально я это прошел, вакцинацию, чтобы в автобус приходится ездить из-за этого. QR-код есть. Я еще в апреле провакцинировалась. На следующий рейс спустя два часа мы приехали на конечную остановку. Кто-то уже уехал на такси, кто-то от холода согревался зарядкой. В автобусе QR-код проверял кондуктор параллельно с продажей билетов. Кто-то достал телефон, кто-то распечатанный на бумаге. Так что проблем опять не возникло. С QR-кодами ездят и получается со справками, которые видят отводы и что такое. Кто-нибудь без QR-кода был? Нет, не было. То есть как бы вы используете не свой телефон, а вам специально? Нет, нет, специально выдали, да. А что вам сказали, если, допустим, контролирующий какой-то орган проверит и будет пассажир без QR-кода? Что вам обещают? Какие санкции? Ничего. Нам вообще вот этого пока ничего не говорили. Сами не знаем, что да как. Вот сегодня первый день. Как оказалось, единственным курсирующим в Заинске в этот день автобусе за полдня не было ни одного пассажира без QR-кода. Так что никого высаживать кондуктору не пришлось. Или все такие сознательные, или просто боятся ждать следующего автобуса еще часа три. Мы проехали на этом автобусе две остановки. За это время кондуктор проверял QR-кода не на входе, когда люди заходили с остановки в автобус, а уже когда ехали в нем. То есть пару остановок без QR-кода проехать в Заинске все-таки можно. Елена Маврина, Денис Ипатов, Новости Заинска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова